Всем огромный привет! С вами Лиза Трифскит и добро пожаловать на мой канал! В этом видео я бы хотела показать вам прекрасный город Матера, в который мы заехали во время нашего путешествия по Пульи. Матера, в отличие от остальных городов нашего маршрута, находится не в провинции Пульи, хотя находится совсем на окраине, на границе с этой провинцией. Он находится в провинции под названием Базиликата. Но большинство людей, которые заезжают в Матеру, заезжают туда во время путешествия по Пульи, как сделали и мы. Матера просто потрясающий город. Он уникальный, красивый и не похожий на любой другой город Италии. Это город пешеходный. Конечно же, в самом центре, в старом городе, который полон пещер, которые называются по местному Сасси, вы не сможете передвигаться на машине. Поэтому, если вы арендовали машину на прокат, чтобы ездить по Пульи, оставьте эту машину за пределами старого города. Вам придется пересесть на свои двои и тащить чемоданы по огромному количеству ступенек. А ступенек здесь действительно очень много. Поэтому, если вы едете в Италию ненадолго, я посоветую минимизировать количество багажа. Например, мы ехали только с ручной кладью. Если возможность ехать с рюкзаком, даже лучше. Но если у вас нет возможности поехать в Италию с маленькими чемоданчиками, знайте, имейте в виду, что все же есть отели. Если вы, конечно же, хотите остановиться в старом городе, а я рекомендую остановиться именно в старом городе, потому что он просто уникальный и ни на что не похожий, то в таком случае вам стоит поискать отель, который расположен ближе к улице, по которой могут ездить машины. Конечно же, на своей арендованной машине вы там ездить не сможете, но вы можете сесть на такси и доехать до вашего отеля с комфортом, и вам не придется тащить чемодан по огромному количеству ступенек. Мы остановились в отеле в самом старом центре города. Отель, расположенный в пещерах в Сассе. Как вы видите, потолок очень необычный. Отель называется La Canna San Martino Terme. Я оставлю ссылку на этот отель в описании этого видео и закрепленном комментарии, если вы хотите посмотреть цены и доступность этого отеля. Отель очень популярный, поэтому советую бронировать заранее. Он не такой дорогой, как некоторые отели в старом городе Матере, но и не дешевый. Самое необычное в этом отеле, это, конечно же, потрясающий вид с террасы, ну и также, конечно же, спа, который расположен в пещере. Я никогда не видела ничего похожего в своей жизни. И это не просто одна маленькая пещера, это система пещер, и этот бассейн действительно очень длинный. И людей было крайне мало. В какой-то момент мы были одни в этой серии пещер. Здесь также есть сауна, есть хамам и всякие другие небольшие закуточки, где можно посидеть и отдохнуть в этом спа. Единственный негативный момент это то, что даже для гостей отеля вход спа вплатный. Мы заплатили то ли 25, то ли 35 евро на человека, но, возможно, это значит, что если вы не останавливаетесь в отеле, вы также можете забронировать, заранее позвонить и заплатить за вход в спа и, например, сэкономить деньги и остановиться в более бюджетном отеле. После спа мы решили погулять по Матери. Я не буду делать озвучку всего нашего маршрута. Я включу красивую музыку и вернусь к вам после вот этой вот мини-прогулки с комментариями и интересной информацией о самом городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как мне кажется, самое красивое и фотогеничное место Матери это коктейль-бар под названием Zipa. Оттуда открываются просто потрясающие виды. И сам бар уникальный. Вы сидите как бы в разваленных старых пещер, сидите на пуфиках и коктейли вам приносят тоже на пуфиках. Меню здесь малюсенькое, всего лишь пять коктейлей, из которых два были недоступны, были sold out, но нам очень понравилось, и мы даже не бронировали, просто ждали минут десять и нас посадили. Мы пришли туда примерно во время заката, немножко насладились закатом, потом пошли обратно десять минут до нашего отеля и провели на террасе где-то минут тоже двадцать-тридцать, наблюдая за красивейшим закатом и тем, как загораются огни в старом городе. Это нам еще немножко не повезло, потому что были тучи. Если бы закат был настоящий, красивый, если бы было бы солнце, как мне кажется, закат был бы еще более впечатляющим. После заката мы вернулись в самый центр и решили погулять по самым коммерческим улицам, зайти в парочку магазинчиков, посмотреть, что продают, и потом, конечно же, пойти поужинать. Поужинать мы пошли в ресторан под названием Оймари. На самом деле у нас были на... или Оймари на примете несколько других ресторанов, но пошел сильнейший дождь, а бронирования у нас не было, не было, поэтому все ресторанчики очень быстро наполнились людьми, и мы пытались зайти в четыре, и место осталось только в этом ресторане. Но, как ни странно, нам этот ресторан очень сильно понравился. Единственный момент, нам очень долго все несли. Мы провели в этом ресторане практически два часа, несмотря на то, что заказали не так уж много всего. Но, с другой стороны, когда мы вышли из ресторана, дождь уже закончился, поэтому у нас была возможность погулять в темноте и посмотреть на пустые улицы старого города в темноте. Кстати, вид у города в темноте был тоже просто потрясающий. Следующим утром мы проснулись достаточно рано, позавтракали и увидели солнце на улице, и сразу же побежали на самые красивые видовые площадки города. Одна из самых главных видовых площадок находилась в центре старого города, рядом с главной церковью. Именно туда мы направились. Оттуда открывался вот такой шикарнейший вид. Еще хотела бы рассказать вам несколько фактов об этом уникальном городе. Во-первых, Матера — это один из самых старых городов мира. Первое упоминание о Матере случилось примерно больше 12 тысяч лет назад, и более трех тысяч здесь уже постоянно живут люди. И на самом деле то, как здесь живут люди, не сильно поменялось. Люди живут здесь в пещерах. Как вы видите, весь практически старый центр города — это вот такие вот дома-пещеры. И да, они не сильно изменились с тех времен. За свою историю Матера была под огромным количеством разных наций и народов. От греков до римлян, византинцев, лангобардов, сарацинов и аргонцев и многих других. И интересный момент — это то, что в 1950-х годах самый исторический центр Матеры вообще хотели снести. И правительство Италии даже насильно переселило всех жителей из этих пещер в дома, которые строились по окраине Матеры. Современные дома. Потому что в этих пещерах царила антисанитария, и условия были просто неприемлемы для жизни в XX веке. Однако группа местных активистов активно протестовала против сноса этих пещер, потому что это объект культурного наследия, это просто уникальное место. И, к счастью, они смогли добиться того, что в 90-х годах в Матере дали статус ЮНЕСКО, и за этим последовали, конечно же, инвестиции. Пещеры Сасси стали переделывать в отели. Первый отель в пещере открылся сразу после статуса ЮНЕСКО в 90-х годах. Потом последовали другие отели. И сейчас открывается все больше и больше отелей. Вы только представьте себе, что такой вид мог быть потерян для человечества, и это все могли снести. Я себе не могу этого представить. И для меня Матера один из, наверное, самых красивых и впечатляющих городов Италии. Кстати, узнала о нем я из фильма, одного из фильмов про Джеймса Бонда. Если вы еще не были в Матере, то обязательно советую посетить. Спасибо за просмотр, и увидимся с вами в следующих видео.